МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На входе в корпус, где была столовая, жена Нишанова сидела. Говорит, Виктор Васильевич, вот вы знаете, что путь в Москве? Я говорю, какой путь, не знаю. Я поднимаюсь наверх в столовую, смотрю, сидит Евгений Максимович с Женькой, мы рядом сидели за столиками, и он мне рассказал ситуацию. Он был членом Совета безопасности. После этого мы выходим с ним на набережную, прогуливаемся по набережной. В это время мощный корабль военный, такой крейсер вдоль побережья идет, он мне говорит. Виктор Васильевич, это меня, наверное, интернирует. Я говорю, ладно, Евгений Максимович, все, бросить. Вот он прям вдоль причала. Как чуть не протаранивал, причал проходит. Прошел немножко, вернулся и пошел назад. Я говорю, ну, вот видите, ничего подобного нет. Он говорит, ага, пойдем выпьем. И вот мы заходим к нему в номер, и Жень корет. Дед, дед, Ельцин с танка выступает. Вот это вот BBC передавало как раз вот эту картинку. И вот мы там все это посмотрели. На следующий день он улетел. А я остался, что у него жена больная. И я только вылетел оттуда 24-го числа. Прибыл я в Москву. Меня уже официально машина не встречала, потому что было опасно. А тогда забрасывали, заплевывали машины черного цвета. Вот там начальственные, цикловские. Меня встретил зять. И с этого дня у меня приехали друзья, ночевали со мной. Мы тут жили с первым секретарем посольства Японии, Коэдера. Они с семьей были у нас, дома бывали. Мы у них бывали, они жили в районе Киевского вокзала. И говорит, Виктор Васильевич, я не уеду от вас несколько дней. Машина будет стоять здесь, вас тут никто не тронет. И я видел метание Горбачева. Я, кстати говоря, отдал им не очень лестную характеристику, потому что я согласен с теми, кто ее критикует за мягкость, мягкотелость. И в то же время за твердую линию в попустительстве, скажем, западноевропейцам Америки. ГЧП еще не было. Но Ельцин – главная угроза и распаду, и его власти. И поэтому он решил, а как? Сам он уже не смог ничего сделать с Ельцином. Он уже вышел на простой российский. Он избран был председателем Верховного Совета России. Он, значит, претендовал на роль президента. Он взял, забрал больше и больше власти. И вот он думал, что эта группа сможет что-то с Ельцином сделать. Вот это мои домыслы. Ну да, вы так считаете. Да. Но то, что это, в принципе, авантюра была с самого начала. Но здесь же, видите, сыграла роль армия. Не армия, не правоохранительные органы, не встали на сторону ГЧП. Ну, то есть все хотели чего-то нового? В чем причина в народе этого была? Дело в том, что в это время популистские лозунги Ельцина, они уже срабатывали в народе. И многие склонялись, что это вот фигура будет для страны. И поэтому Горбачев чувствовал это. И вот это некий эксперимент. Кто-то чужими руками, ну, как бы, посягнуть на эту роль Ельцина. Но он не справился. А сама структура, созданная ГКЧП, она не могла сработать нормально. Они все там пили, все там… У них не было президентной программы никакой. Ну, то есть другого варианта не было, на ваш взгляд, развития событий? Не было такой же сильной фигуры больше? Другого варианта не было. Если бы к руководству ГКЧП пришел нормальный, мудрый, сильный человек, у которого была бы харизма, что-то можно было бы сделать. Но вы знали такого человека? Я не видел такого человека. Вы как историк, насколько оцениваете роль личности в истории? Вы знаете, все-таки Россия и российский народ, я имею в виду не только русский народ, а в целом Россия, пережила столько исторических эпох, столько трагедий, и она заслуживала мощных фигур. У нас мощные фигуры где всегда были? В культуре, в литературе, в целом в искусстве, даже в образовании. У нас великолепные конструкторы, ученые, авиаторы. А вот в политике нам не везло. Я, например, так считаю, что мы не пережили мощный культурный европейский код. У нас мало времени было. У нас не было времени на буржуально-демократический этап. Вот февральская революция, до октября и тут же диктатура пролетариата. Я по аналогии с европейским странами, которые пережили довольно длительный период после буржуально-демократических революций. И понимаете, главный их вывод за все это время, к концу, привел к тому, чем представлена сейчас Европа. К определенному благополучию, к определенной нивелировке доходов людей, к созданию мощного среднего класса. Это все на почве борьбы с буржуально-демократическим засилием. Это борьбы с капитализмом. И все-таки нынешний не случайно мы зовем шведский социализм. А почему в России не получилось сделать то, что сделали шведы? Нам не дали просто режима. У нас всегда был режим. Однопартийный режим. Ну, сейчас тоже. Ну, у нас есть видимость партии. Ну, видимость – это не реальность. Ну, в общем, и нынешний президент сам понимает это. И он не случайно вот в последнем, в одном из ответств сказал, да, нам еще до полноценной демократии развиваться, развиваться, развиваться. Два пути есть. И мы уже один перешили экспериментальный. Ну, Ельцинский период. Общая демократия, да? Все, что хочу. К чему это привело? Нет, ну что значит, общая демократия. Мы не можем этим пользоваться. Ну, вообще-то уже… Олигократия была, скорее, чем общая демократия. Ну, сейчас у нее ничего не придумано. А это олигархат появился. Ну, вот. Он и сейчас продолжается. В усиленном режиме. В усиленном режиме. Были миллионеры, стали миллиардерами. И, видимо, этот период тоже надо переживать, а когда он закончится, Богу известно. Правда, что Горбачев сказал, делайте, что хотите, когда 91-й год был август? Это не Горбачев сказал, это сказал Ельцин. Я сам слышал, когда стоял вопрос о создании федерации или конфедерации, когда Горбачев пытался как-то какой-то вариант придумать, вот придумали СНГ, который, в общем, ничего не значит, это фикция, а не объединение. Тогда в борьбе за власть Ельцин употребил слово. Что он дает республикам, берите столько власть, сколько не сказал, сколько захотеть. Он сказал четко, сколько проглотите. Ельцина вы как оцениваете? Ну, Ельцин я лично знал. Здоровался с ним. И был на том плену, в котором он, в котором его как бы развенчивали, которого его критиковали, и после которого он стал, собственно, в оппозицию. Я считаю ее главной заслугой, что он способствовал тому мирному процессу, который, несмотря на всю вакханалию в экономике, в политику, олигархат, захваты организаций частными людьми из-за бесценок, он не позволил развиваться в гражданской войне. Вот это самая главная угроза была, между прочим, в то время. А что вам не нравится в этом периоде в управлении? В этом периоде мне нравится как раз обогащение самого Ельцина и его семьи, обогащение приближенного круга дочери и ее мужа, бывшего руководителя президентской администрации. И, конечно, полное доверие команде Гайдара, Чубайса и же с ними, которые, в общем-то, приватизировали страну за бесценок. Где деньги 600 миллиардов рублей улетучились из Сбербанка, рекомендуют Березовского. И Березовскому отдается не только АвтоВАЗ. Березовским передается Аэрофлот. Березовский приводит своих друзей. У них денег нет, но им передается СИБ нефть. А как передается? Этот друг по звонку из верхушки получает кредит, несколько миллиардов рублей, вот где деньги-то оказались. И якобы оплачивает залоговый аукцион. То есть он оплачивает этот аукцион, якобы окончательно он расплатится позднее. В залог отдает эти деньги. То есть на государственные деньги идет приватизация. Это сплошняком было вот это время. А что вам нравится и не нравится в последние 17 лет? Ну, во-первых, нравится то, что Путин собрал страну. Все-таки он сохранил. То, что разваливалось окончательно, он все-таки сохранил. Некое объединение, подобие Евразийского союза он создал. К которому даже присоединилась сейчас Индия, Пакистан, кажется, еще кто-то. Ну, это вот Казахстан, Киргизия, Белоруссия. Что мне нравится во внешней политике, например, я считаю, что нельзя было до такой себень доводить отношения с Украиной. Потому что, как бы мы ни хотели, использование Украины как главного, ближайшего соседа России в интересах не России, это очень пагубно для России. Помните такой фигуры? Есть такой, Сбигнев в Зишинске был. Он уже умер. Он был. Так вот, это поляк. Но он ненавидел Россию. Он хорошо знал историю. Он политолог сам был. Все сходят с политологами на том, что он стоял у истоков обоснования разрушения Советского Союза. Он как раз указывал те причины, которые на самом деле явились. Но в то же время он сказал, что есть еще два фактора, которые надо у России отобрать. Это Украина, которая должна перейти на западную ориентацию. И православная церковь, которая должна каким-то образом интегрироваться с католической. И вот, видите, с Украиной опять же получилось. А в православии и у церкви много проблем. Католицизм, конечно, но я бы сказал, переводя на футбольный язык, это сборная Португалии, а православие – это сборная России. Вы смотрели проект «По понятиям». Меня зовут Альбина Шакирова. В гостях был президент Московского городского Виктор Васильевич Рябов. Смотрите нас на канале YouTube МГПУ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова